всем европейского футбола дамы и господа с вами фифа прогноз очередной выпуск и от клубного футбола переходим к футболу сборными сборными европейского континента мисс со мной играет игорь белоногов игре давненько стабилизка максимально давненько не видишь и что за матч на свой ну матч на сегодня бельгия россия лучшая команда мира по рейтингу фифа про и в бельгии бельгия сборная россии играют они на газпром арене это первый тур чемпионата европы в группе б где вместе с этими прекрасными сборными играет еще сборная грани и сборная финляндии которая наверное будет скорее всего такой исландии типа тоже скандинавская страна муж тоже как-то покажет тем более у них бомбардир неплохой этот елупуки или как-то они днем т.м.т.м. елупуки другое это дед мороз по-моему 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 вот давай по коэффициенту посмотрим что нам говорят букмекеры на победу сборные бельгии 172 175 на победу сборной россии вообще не верят предлагать тебе за учить коэффициенты 560 дает 1x ставка видлайн 532 и фонбет 5 с половиной ну вообще не верят абсолютно никак вот ничейный результат смотрится интересно ну в среде на 373 75 на ничейный исход дают букмекера а какой реальный может быть по твоему мнению вот так если думать сам очевидно бельгия естественно но это будет третий матч уже их официальный в этой европейской компании два матча в квалификационном раунде и еще один матч здесь в группе а потом может еще вплывок попаду я особо без шансов если так рассматривает они ничего не должно меняться зато геннадий орлову хорошо то что там что видеть или прошел сколько школу зенита еще парочку ребята живут при исполнились этой школы зенит или населдер вей его любимым да вот эти вот ребята в общем будем посмотреть бельгия россия первый тур чемпионата европы 2020 2021 году поехали так ну чё газпром арена переименовалась быстро в открытие арена матч открытия для сборной россии так не надо так я пожалуй со счетами сразу в атаку пойдешь помним помним эту движуху ну и лучше сборная мира опа ну-ка что получится что получится я думаю как обычно ничего не получится вот так хорошо лукаку от чего чего погулять отпустили что-то я как он просто центре стояла вот я про тоже не вообще никого нет вообще привет привет я побью да нормально вот 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 смотри вот вообще никого рядом нет кто это щелкает лицом это георгий джеке вместе с с кем вот джеке андрей семёнов судя по всему правильно правильно прочитал по губам да что же 1-0 рома лукаку открывает счет на четвертой минуте встречи им давай смотреть дальше по испанского футбола о пенка пенка до штрафной добрый а не ух тащи ну неплохо что сделал обманул можно выкидыш а а я научился это делать это прикольно а тут федор и у нее какой красивый офсайт так 1 угловой сборной бельгии у как он просто стоял такую ну типа на ногой ну там давай парень о убежать ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой это чё сборная россии сравнял что так это не антон заболотный это Это Александр Соболев у нас встречается. АЗ в сборной вообще, да? Да. О, ну хана всем. Три мобильных нападающих. Дзюбуш, Соболев и Заболотник. Так, ну все, да? Все. Первый тайм подошел к концу. Вот она, звезда первого тайма. Вот еще одна звезда первого тайма. Статистика от 58.42 по владению мячом. По отборам сборной России получше будет. Бельгийцы погрубее. Но по ударам я тебя перестрелял пока что. Да, ну в целом. Зато точность удара 100-100. Команды заряженные. Ну, опа, пардон. Че, давай смотреть, что покажет нам тайм второй. Мертенс, давай. А, обыграл. Давай, давай, родной, беги. Ломай. Ну, ну, ну. Ну ты ломать даже не умеешь, Джики. Спокойно, спокойно. Смотришь, контратака по центру прям пробежали. И Дрис Мертенс уничтожает боковой флажок и делает что-то 2-1. Видал, 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 че он делает, а? Че творит этот парень, а? Да. Надо повторку смотреть. Надо повтор. Ну, там Аминьева, ты спрашивал. Наверное, чтобы объединить. Да. Я не повторю. О. Опа, опа. Каратэ пацан. Ну. И это 3-1. Ну, считай, после 2-1 реально Бельгия расстреляется по полной программе. Я в оборону, наверное. В касании не пробил. Че так далеко отпускаем, эй, парни. Ребята. Спасибо. Ну да, это пенка. Это пенка. О, ДНР, ДНР. Куда бить будешь? По центру, да? Ну, это не по центру, да смотри-ка. А че не пони... А, нет-нет. Смолова нет, смолова нет, да. Что ж, 3-2 сборная России возвращает шансы на камбэк. Причем, время-то еще осталось. Времени еще предостаточно. 69-е. Ну, 20 минут еще целых играть. Корпус Альвики, дамы и господа. И красная карточка... Для Андресина. Для Андресина. А, нет, желтая карточка. Дамы и господа. Сборная России, дамы и господа. К вашему вниманию. Да. Капец, он его уронил. Так, ну че? Ну ладно, Кевин, давай попробуем. Получится, не получится. Как думаешь? Должно получиться. Это же Кевин Добрюня. И вот так вот. Есть, Галешник! Получилось! Четко в девяточку. Ну, это было красиво. Без вопроса. Это было красиво. 4-2. Давай еще раз посмотрим. Опа! Вздынь! Миштяк. Ну и вот последнюю. А, уже добавленная пошла? Да все, уже матч-то завершается. Последняя атака. Прикольно. Хотел на красную посадить. Бельгийца! И выноси! Ну что ж, звучит свисток. И сборная России уходит со стадиона без очков. Даже одно очко увезти оттуда не смогли. Ну как увезти? Сохранить очко дома у них не получилось. Да, хотя бы одно. 4-2. Сборная Бельгии выигрывает эту встречу. И давай смотреть статистику. Что нам там покажут? По ударам. Ну, в принципе, так-то равное по владению. Ну, просто все залетело. Ну, владение вот... Так, конечно. Ну что ж, 4-2. Сборная Бельгии одержит победу в первом туре чемпионата Европы футбола в своей группе. Сборная России усложняет в очередной раз себе задачу выхода из группы. Причем на чемпионатах Европы. На чемпионате мира это было там все понятно. То, что Саудовская Аравия, то, что Египет у Рубай. Здесь как-то, ну... Ну и хорошо, что с фаворитов начинают. Поймут хотя бы, чего они могут противопоставить сильным командам, а там и дальше что-то. А, Финляндия. Да, а потом Дания. Ну, вот, собственно. Но выходят на чемпионате Европы три команды из одной группы. В прошлый раз это сделать не получилось в сборной России. Ну, там две были. В 16-м году. Там две были. Нет, там выходило уже три. Три команды выходило. Правильно? Да, Исландия же там тоже вышла. Хорошо было. В общем, три команды из группы выходят. Там по рейтингу будут все смотреть. Ну, надеемся, что сборная России, ну, должна хотя бы оказаться в одной восьмой финала чемпионата Европы. И опять встретиться с Бельгией. Как-то так. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас ввели эту программу. Еще увидимся. Смотрим чемпионат Европы вместе. Пока. Пока. Ну, пока. Продолжение следует...